В этом фильме я собрал наиболее интересные моменты из того, что мы видели под микроскопом в лаборатории в ладере. Ну, это, например, водяной клещ, которого мы поймали в озере. Дальше будут сойти другие звери. Это, по-видимому, личинка какого-то насекомого, тоже выловленная из озера. Вот сейчас она покажет, как она пугает вероятного противника. Обратите внимание, очень симпатичная мордочка, похожая на морскую свинку или на моржа. Это очень интересное животное, гидра. Гидра, на самом деле, в огромном количестве обитает во всяких озерах, но их мало кто видит. Эту гидру я нашел, просмотрев примерно 50 маленьких гневых палочек со дна нашего озера. Гидра ужасно простое животное. У нее практически нет нервной системы, она просто покрыта сеткой из нейронов, соединенных отростками. Тем не менее, у нее довольно сложное поведение. Например, сейчас вы увидите, как гидра ходит. Гидра обычно сидит на своей ноге, присосавшись к поверхности. Но в данном случае, если хотелось куда-то пойти, она отрывает ногу. Вот видите, отрывает ногу, тянет ее вверх, переворачивается, стоит на голову. И наклоняет ногу туда, куда она хочет пойти. Вот она ее наклоняет, наклоняет. И присасывается на новом месте. И так вот с головы на ноге, с головы на ноге она может идти довольно долго. Вот она присосалась. И поднимает голову. Все. Гидры родственники медуз и кораллов. На самом деле, медузы в развитии проходят через... Гидры проходят в развитии стадии типа медузы. А кораллы эти огромные, они, собственно, являются большим количеством домиков, маленьких организмов, каждый из которых очень похож на гидру. Обратите внимание, что на ее щупальцах есть такие маленькие круглые образования. Это стрекательные клетки. Внутри каждой из них... Да, вот сейчас она сократилась, потому что чего-то испугалось. Привозилось в такой маленький бочонок. В этих стрекательных клетках лежат маленькие такие спиральки с иголками на конце, в которых яд. И когда какая-нибудь предполагаемая добыча касается щупальца, эта пружинка выстреливает и втыкается в добычу и парализует ее. После чего ядра затаскивает ее к себе в рот. А рот это то, что у нее между щупальцами, такая маленькая круглая. Это знакомый многим с детства паук-косеножка. Называется так, потому что если не вытрывать ножку, то она будет трогаться, как будто косит траву. Смотрите, видны его глаза, и видны хелицеры спереди, такие оранжевые зубчатые ножки. Но самое интересное, это то, что, по-видимому, сеножки, как и мы люди, страдают от клещей. Вот виден большой красный клещ, впившийся в брюшко к сеножке. Я был очень интересен, когда увидел такую картину. Гусеницы были постоянным объектом внимания в лаборатории. Мы рассматривали очень много гусениц. И эта гусеница интересна тем, что она делает свой кокон. Видите, как она размазывает тонкие нити шелка на поверхности чашки Петри. Мы думали, что она куклица превратится в бабочку, но почему-то там она бросила это занятие, стала просто неподвижно висеть на кучке. Внимание биологов привлекают не только микроскопические, но также макроскопические объекты. Эта мышь сидела на стенке около входа в туалет. У меня произошло большое впечатление, как легко эта мышь ходит по вертикальной стене. Обратите внимание, что это не домашняя мышь, а полевая, но очень длинный хвост. Смотрите, какая прелесть. Я просто никак не мог потерпаться, не снять и не включить это симпатичное вещество в фильм. Смотрите, она очень чистоплотная, чистит ушки и умывается. Должен заметить, впрочем, что эти симпатичные мыши забрались на стол в лаборатории и съели куколок-бабочек-монархов, которые там висели. Многие участвовали в эксперименте по вращению silicate gardens. Я только что бросил в раствор силиката натрия кусочек лорида кобальта, и мы видим, как веточка такого силиконового дерева растет под микроскопом. Обратите внимание, что рост происходит путем образования таких маленьких пузырьков, покрытых снаружи мембранкой. Пузырьки надуваются, разрываются, и в месте разрыва начинает расти новый пузырек, который продолжает веточку. Это, собственно, иллюстрирует этот принцип, что silicate garden растет из-за явления осмоса, того, что вода накачивается внутрь этих веточек через тонкую стенку, образованную нерастворимой солью. Вот сейчас веточка дошла до поверхности воды и начала раскрылась, как чашечка, и начинает расти на поверхности воды. То же самое крупным планом. Если присмотреться, вы увидите, что внутри идет интенсивное перемешивание жидкости по мере того, как она накачивается через стенку внутрь. На предыдущей картинке был показан рост веточки хлорида кобальта, а это железо. Видите, растет немножко по-другому, но принцип тот же самый. Теперь мы погружаемся действительно в микроскопический мир. Это простейшее животное, вартицелла. Простейшее, значит, у нас состоит из одной клетки. Но несмотря на это, как видите, обладает очень сложным поведением и разнообразной нарухностью. Вот сейчас она открыла свой рот и начала грести ресничками, загребая в рот все эти мелкие частицы и, возможно, пища. Вот, видимо, что-то поймала, схватила и спряталась. А может быть, что-то ее ударило, и она испугалась. Обратите внимание в немного разнообразных пузырьков. Это вакуоли. Видимо, некоторые из них отвечают за пищеварение. Функции остальных я, честно говоря, не знаю. Кстати, я не сказал ничего о размерах. Ее диаметр примерно 1,1 мм. Предыдущие животные, например, клещик был порядка 1 мм. Гидра была порядка 2 мм. Ну, а мышь примерно 4 см. Та же Мортиселло более крупным планом. Псих. Видимо, это какое-то другое простейшее плавает вокруг. Хотел познакомиться? Мортиселло явно чем-то расстроено. Вспоминается умирающий лебедь Мария Пресецкой. Это другое простейшее имени, которого я не знаю. Свободно живущее, плавает где хочет. Оно здесь не одно, много других маленьких. Ну вот, проплываем в Азаре туфель, про нее речь позже. Но вот это же простейшее. Прошу обратить внимание, что форма клетки не плоская. Такое впечатление, что с одной стороны как будто горбик. На самом деле, сейчас мы понаблюдаем одно очень интересное явление. Не вполне еще мне понятное. Смотрите внимательно. Вот видите, такое впечатление, что горбик стеренок превращается в маленький шарик. Здесь шарик виден очень хорошо. Я заморозил кадр, чтобы вы могли хорошо его рассмотреть. Совершенно кругленький шарик. И вот на протяжении нескольких секунд шарик исчезает и превращается в какую-то длинную штуку. На этом остановленном кадре лучше видно, что произошло. По-видимому, этот круглый пузырек разорвался. И то, что было внутри, выплеснулось наружу. Поэтому, скорее всего, я думаю, что то, что мы видели, это как редко избавляется от ненужных себе веществ. Кроме говоря, ходит в туалет. Надо сказать, что вначале я думал, что это было рождение нового простейшего. Некоторые простейшие действительно размножаются путем БАДы. Отделение этих маленьких кунтих БАДС. Но поскольку БАД разорвался, я думаю, что вряд ли это новый организм. Скорее всего, это просто экскрепция. В этом клипе наша следующая простейшая, известная всем инфузория Туфелька. Обратите внимание, какое сложное поведение. Как она щупает свой путь ресничками. Реснички сзади, реснички спереди. Она изгибается, проползает через камни, двигает их, проползает через каналы. Совершенно потрясающе для одноклеток снова. И, наконец, заключительная сцена. Должен признаться, что мне не давал покой и успех режиссеров, которые построили, владели такие потрясающие пьесы. Мне хотелось самому тоже снять небольшую пьесу. Вначале, я думал, снять драму из жизни Амёб. Но Амёб, к сожалению, мне достать не удалось. Поэтому пришлось снять драму из жизни инфузора Туфелек. Что по зрелым размышлениям показалось мне даже более романтичным. Вообще говоря, инфузоры Туфелеки, так же как люди, размножаются путем кондюгации. То есть они подходят друг к другу и обмениваются ДНК. Так что я, в общем-то, ожидал, что, может быть, мы увидим какое-то поведение такого типа. Но, к сожалению, мне не повезло, ничего такого не произошло. Они, по-видимому, искали друг друга, но так и не нашли. Очень грустная история. И он повернулся, чтобы уйти. Она не прижалась к его крови. Субтитры создавал DimaTorzok